Привет всем! Я увидел определенную заинтересованность небольшого количества людей в продолжении этой программы. Потому я сейчас поставлю третью часть из шести конференций, которая проходила пять дней тому назад, 18 июля, в течение двух часов 45 минут с людьми из разных стран. Хочу напомнить, что большинство из приглашенных являются членами интеллектуального клуба Transatlantic Connections, в котором я являюсь администратором. Вступительное слово. Человечество создано таким образом, что каждый из нас воспринимает увиденное и услышанное совершенно по-разному, потом трансформирует это в свою мозгу и делает соответствующие выводы. Одно и то же событие может трактоваться в бесконечном количестве вариантов. Именно поэтому я собрал сегодня много разных людей, чтобы услышать их персональное мнение. Формат программы заключается в том, что каждому человеку по очереди дано шесть минут, чтобы он изложил свои мысли. Правила такие, что можно прийти по-английски, уйти по-английски, но главное попасть на время своего выступления. Кто хотел, смотрел до конца, кто хотел, уходил. Смотрите все шесть частей и вы поймете, что в нашей программе статистов нет. А эта часть называется «Преступление и наказание». Ну, прямо по Достоевскому. Конечно, нам очень важны ваши отзывы. Все, я закончил. Слава Украине! Спасибо большое. А сейчас самое время. Значит, сейчас выступит Дмитрий Попов из Киева, участник этих всех событий. На его глазах это все начиналось. Он живет под Киевом в городе Вышгороде. Следующий выступит Александр Савченко, тоже бывший киевлянин, а сейчас калифорниец из Сан-Диего. Следующий выступит наш, тоже уважаемый наш друг Хусейн, который находится сейчас в Австрии, но это человек из Эчкирии, и это герой, полковник. И следующий выступит Григорий Миргородский. Дальше я буду говорить, кто выступает. А потом Максим из Киева тоже. Пожалуйста. Дмитрий. Я приветствую всех. Представься. Зовут меня Дмитрий, фамилия моя Попов. Я киевлянин коренной, родился, вырос в городе Киеве. Да, техническое и юридическое образование. Как Сэм уже озвучил, да, мой сын сейчас служит в СССР. Есть, понятное дело, определенные сложности, но я думаю, сейчас это не этому посвящено, посвящено этот вечер. Поэтому говорим о другом. Если говорить о вопросах, которые поднял Сэм, очень, я смотрю, большим спросом пользуется вопрос революции. Ну, я бы, наверное, происходящее сейчас в мире назвал бы скорее не революцией. Предпосылки, я говорю о предпосылках. Я не говорю, что она началась. В результате Первой мировой войны во многих странах начались революции. Вот о чем я говорю, о предпосылках. Тут просто важно, как говорят юристы, разобраться в понятиях, что такое революция и то, что для себя представляет революцию. Я вижу, что идут титанические сдвиги, в общем-то, они идут во всем мире. Как любые титанические сдвиги, они связаны, безусловно, с кризисом, безусловно, связаны с конфликтами. Та война, которая сейчас происходит здесь у нас в Украине, это одна из составляющих этих глобальных процессов, безусловно. И, в общем-то, что привело к этому глобальному кризису, ну, если так посмотреть, последние десятилетия человечество жило, в общем-то, довольно комфортно. Наверное, это были самые комфортные времена, которые проживало человечество. Ведь у нас была всегда еда, у нас было всегда тепло, у нас медицина, наука, технический прогресс был на высочайшем уровне. И в результате мы, в общем-то, жили в таком расслабленном состоянии и пришли к тому, что гедонизм, наверное, стал мировой религией, я бы сказал. Если говорить о религиях, то за последние десятилетия этой мировой религии стал гедонизм, который, в общем-то, отодвинул на задворки истории вообще понятие человечности. И какие-то такие вещи, как честь и достоинство, они уже, в общем-то, больше являются признаком некого лузерства, нежели то, к чему, в общем-то, до этого стремилось человечество. Ну, естественно, наш правящий класс, который мы называем элитами, они, в общем-то, сейчас из себя представляют некую такую, я бы сказал, раковую опухоль, которая как ни с тазы разрослась через своих родственников-любовниц. Ты имеешь в виду в большинстве стран мира? В большинстве стран мира, да. Я сейчас говорю глобально. Украина, она, в общем-то, здесь, может быть, просто более гротесково все это происходит, но, в общем-то, она ничем не отличается сильно от тех процессов, которые происходят практически сейчас в любой стране. Ну, и, естественно, такие процессы не могли не привести к тому глобальному кризису, в который мы сейчас, в общем-то, в который мы уже зашли. Есть такая поговорка, слабые люди рождают тяжелые времена. Тяжелые времена рождают сильных людей, сильные люди делают времена легкими. Вот, легкие времена рождают слабых людей. И дальше по кругу. Ну, вот, мы сейчас в стадии тяжелого времени, и я, не то чтобы я кому-то этого желал, но, как я вижу, кризис в той или иной степени коснется всех. Кого-то это коснется война, кого-то коснется какая-то там гиперинфляция, какой-то энергетический кризис, ну, в общем-то, коснется всех. Ну, и есть, конечно, силы, как тоже, вот, на мой взгляд, которые пытаются, в общем-то, этот кризис использовать в своих интересах. Просто наживаются на войне, вот и все. Ну, кто-то наживается на войне. А если говорить о революции, вот мы говорим о революции, да, то есть революция, она подразумевает под собой смещение одних элит, ну, и на их место приход других элит, ну, или какого-то совершенно другого устройства, меру устройства. Вот, как, мне кажется, старые элиты сейчас пытаются, ради удержания своей непосредственной власти, в общем-то, в большинстве стран, стравить людей друг с другом, то есть направить вот эту энергию этого кризиса друг против друг. Потому что, если она будет направлена против них, то, естественно, их сметут. Что будет после этого, не готов сказать, не знаю. Это мы в следующий раз, это мы в следующий раз, в следующий понедельник. Окей. Спасибо большое, Дима, большое спасибо. Вот я, видишь, сказал Дима, у нас должен был бы сегодня еще один Дмитрий Сой. Не исключено, что он еще подключится. Да, ну, как бы я хочу выразить благодарность Анатолию, поклон и благодарность за помощь. Спасибо. 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 Еще должен был сегодня, я должен сделать объявку. Я хотел сказать в ответ, Дмитрий, что моя помощь настолько минимальная по сравнению с тем, что делает ваш сын, что даже и упоминать не стоит было. Но спасибо вам за ваше теплое. Хорошо. Следующее слово я передал, кажется, Александру Савченко, правильно? Саша, расскажи о себе в двух словах, пожалуйста. Добрый день всем. Я Алекс Савченко, живу сейчас в Калифорнии. Я коренной киевлянин, учился выродь в Киеве, получал образование в Москве. Военная специальность – стратегические ракеты, баллистические. Нормальная специальность – нейрофизиология. Я быстро расскажу. Саша с женой, у них собственная лаборатория на юге Калифорнии, занимаются серьезными делами, хотят спасти человечество. Вот я не хочу, я только себя. Все занимаются серьезными делами, никаких сомнений. Очень приятно видеть лица, которые я уже видел. Хусейн, добрый день. Другие. Гриша, привет. Очень интересная тема. И, собственно говоря, вопрос договориться или не договориться упирается в комбинацию человеческого сознания, наверное, и части технологий, которые могут помешать договориться или помочь. Поэтому человеческое сознание – это психология. И это насколько люди могут воспринимать других людей. В общем, не очень могут. О чем мы знаем и представляем себе. Технологии в данном случае жестоко меняют мировые расклады, потому что появилась возможность людям из разных стран общаться, высказывать свои мнения, куда-то передавать информацию. То есть сейчас, если я правильно себя представляю, ВСУ передают информацию американские спутники, где находятся русские танки. То есть, в общем, технологии помогают. Точно. Я думаю, что у мира выбора не договориться особо нету, кроме конкретно Владимира Путина. Мы сегодня, ты пропустил, мы сегодня не называем имена политиков. Да, но я пропустил, потому что мне не переслали информацию. Все-все-все-все-все-все. Но нормальная ситуация психологически тоже очень понятна. Когда разваливались империи, то есть никакого коммунизма построения не было, это мы все знаем и представляем себе. Когда просто разваливались империи, то где-то 30-40 лет после того, как империя начала разваливаться, еще идут круги по воде, они пытаются восстановиться, да захватить что-нибудь назад, сказать, нет-нет-нет, мы вернемся. Цап-царап! О, один сказал цап-царап! Ну, в общем, да. Очень трудно, на самом деле, одна из самых больших задач, и вот Анатолий это слегка коснулся, слегка, но это поменять психологию наций, которая... Вот если проследить логическую цепочку, почему эта война идет, то во многих очень случаях русские, которые поддерживают русские условия, русскоязычные, про... веные люди... Люди с территории РФ, с территории. Да, с территории. Они должны на выходе прийти и, в общем, приходят и признают, что, ну, все-таки украинцы не люди. Ну, тогда понятно, что мы хотим деноцифицировать, закупить... Азан-то ты из казаков? Убивать можно. Ты же из казаков, правильно? Я из казаков украинских, да. И, в общем, реально получается, что вот этот психологический бэкграунд, что, понимаете, давайте им пойдем набьем морду. А если нас? А нас за что? Мы же... То есть вы чего, ребята? То пока вот это не преодолеется, в общем, сдвижек в сознании не будет и не получится, и не произойдет. И реально Украина сейчас борется за свое выживание, и совершенно не очевидно, что с технологиями и помощью Украина сможет побороться. Я активный сторонник того, чтобы Украине давать оружие много и сейчас, а не постепенно и потом, потому что нету логического обоснования, почему сейчас уже можно давать леопарды, танки, а две недели назад еще ну никак нельзя было давать леопарды, потому что это жутко. Ну нету логики в этом. Понимаете? А украинцы погибают. При этом каждый день, вот пока леопардов нету, погибает больше людей, чем надо. Что будет дальше? Будущее подсказывать очень трудно. Я думал, что я... Как насчет нейтральной полосы, Саш? Сейчас. Я думал, что я не ошибаюсь, предсказывая, что Путин не введет войска, и мне казалось, что очевидно, что Киев, Украина будет бороться, будет партизанское движение, будет убивать в спину захватчиков. Ну не могут русские на это пойти. Но я не понимал, сам виноват, сам дурак, что собственно никто не собирался оставлять украинцев в живых и в Киеве. Да, то есть большая часть в Сибири, остальных убить и переселить народ. И это определение геноцида. И это было задумано до начала этой военной операции, которая должна была там закончиться за три дня. Но мой, к сожалению, коллега по фистеху, Тимофей Сергейцев, ясно написал в двух статьях, что нужно делать, чтобы изничтожить Украину на корню. 30-летняя программа... Человек, который тоже ракетами занимался, как и ты. Который тоже занимался ракетами, да. Ты проживаешь сейчас в Москве, да? Полезет ли Россия на ядерный удар, это главный вопрос. Я все-таки думаю, что шкурные интересы элиты России не позволят им полезть на ядерный удар, потому что Америка в девять раз сильнее по ядерным ракетам. Потенциал. Поэтому, да. И хотя Путин много раз сказал, что чуть что, мы сразу атомной бомбой, и, как он сказал, два Сармата, мы утопим Англию. Английские острова идут под воду, да? Сарматы не стоят на боевом дежурстве. Один раз ракета взлетела в космос. Ничего не может быть, сплошная ложь, да? Отбирал Ямамото, как вы, наверное, знаете, четко сказал, как только начинаете врать, вы проиграли войну. Путин врет давно и упорно. Я надеюсь, что ядерного конфликта не будет, потому что русские будут бояться за свою школу. Главная проблема, опять же, образование и психология, чтобы люди, с которыми вы общаетесь, чтобы у них мозгов хватало понять, что вы тоже люди. Спасибо. Спасибо большое. Маленькое дополнение. Мы с Сашей коллеги по этой специальности ракетной. Так вот, в 71-м году наш замполит просто сказал, вот этот Сармат сделан из ракеты 8К-67. Я уже не боюсь сказать. Да, Саша, подтверждаешь, да? И вот эти, смотрите, за 50 лет они ничего умнее не придумали. Это та же самая ракета. Так вот, наш замполит тогда сказал, что, говорит, шестью ракетами мы утопим Англию. И мы все подняли и кричали, вбиват, ура, давай уже быстрее потопим эту Англию. я кричал. Но я осознал, а они нет. Поэтому все же... Зармат заменяет протон М, да? То есть, да. Зармат заменяет то, что уже давно было создано, а не просто бабло дерева. Протон М 40 лет ракете, да? То есть, американцы начали шаттл, сделали шаттл, закончили. Мы потом сделаем отдельную программу. Все, спасибо. Спасибо. Отключайтесь все, ребята, Толик, Саша, потому что сейчас будет Хусейн выступать. Хусейн, а потом Максим, правильно, да? Пожалуйста. Представьтесь, Хусейн. Я всех приветствую, друзья. Меня зовут Хусейн Исранов, я депутат парламента Чеченской республики Ичкерия, избранный в 97-м году, был адъютантом генерала Масхадова, офицером штаба, в общем и так далее. Художник по мирной профессии. И 10 лет пришлось тебе, художнику, воевать за свою страну и кровь проливать. И друзей своих хоронить. Да, участник обеих русско-чеченских войн, так я их называю правильно, как и русско-украинская война, вещи надо называть своими именами. Вот это замалчивание, замалчивание русско-чеченской войны, замалчивание, трагедии чеченского народа, где 300 тысяч людей потерял мой маленький народ на миллионы на тот период времени, привело к вот этой трагедии, к трагедии в Украине. Потому что весь мир, ну там подумаешь, какие-то чеченцы, кто такие чеченцы, кто нас знал на тот период времени. Ну еще добавок, повезло родиться или стать мусульманами, еще к тому же, что мы чеченцы еще и стали еще и мусульманами. То есть вот это все эти факторы, которыми можно было играть, как манипулировать. Если вы помните, ну там 19 век, Кавказская война, которая длила 25 лет, на протяжении 25 лет тоже наш народ уничтожался, там Российская империя пыталась завоевать Кавказ, и в этой Кавказской войне чеченский народ в общем дошел до 90-тысячного населения, что там уничтожили уйму людей. Ну там Кавказские эти, черкесские народы, знаете, тоже историю выселили. Вот эта вся история, этот весь багаж, как бы он идет ну как бы через русских что-ли, все эти дела, которые происходят от имени русского народа, любой царь или любой генсек, или любой президент России, сегодня этот другой президент, раньше были другие, все мотивируют тем, что все, что не делается, все во имя русского народа и для русского народа. Но тут один такой интересный вопрос возникает, а где же территория самого русского народа, да, это меня всегда беспокоит, я все время спрашиваю, где живут русские люди, где русская республика, вот есть Чеченская республика, где русская республика на территории Российской Федерации, от имени этих русских воюют, убивают сегодня украинцев, во имя славы там русского меча или чего там, ракеты какой-то убивают украинцев, и в принципе не получая за это, ни один русский человек, да, народ, как бы, не получает никаких дивидендов от этого, ни от того, что они уничтожают народ, ни от того, что они грабят, там, заводы, фабрики вывозят, получают только вот эти стиральные машинки, ну, что сумеют схватить или урвать, то есть и власть, которая сегодня находится у руля, это фактически, ну, как сказать, я вот, не знаю, это можно умными словами все это обговаривать, все это делать, а фактически это улица, да, как мы же все были пацанами в молодости, там, дрались улица на улицу, какие-то правила в водиле, там, да, ты сюда ходи, сюда не ходи, то есть все это самое проектируется на весь мир, сегодня весь мир, ну, какая-то бандитская, какая-то вот, я не знаю, какая-то группировка, шобла, шобла, да, самая натуральная шобла, которая пытается навязать свои интересы, да, там, угрожают друг другу, я тебя там ножом поверну или атомной бомбой ударю, пытаются навязать, да, по понятным, жизнь по понятным, чисто живут по понятным, да, и для того, чтобы изменить вот эту ситуацию в мире, просто недостаточно договариваться, да, вот мы слышим все время, можно договориться, ну, например, вот надо поближе брать пример, вот убили, например, не дай бог, да, у кого-нибудь ребенка убил, какой-то убийца, да, и мы идем к нему договариваться, как это может быть? Никакого договора не должно быть, должно быть только наказание, да, любое преступление должно быть, наказание, неважно президент этой страны, что такое президент, такой же человек, как и я, в таком же, может быть, роддоме родился, где я родился, то есть это тоже самое, человек, который имеет равные права, что мы все, что... У Сейна шесть дочерей, можете себе представить, у такого папы, который воевал десять лет, шесть дочерей, слава богу, он живет сейчас в Австрии, в Австрии, да, и поэтому я просто вот, просто уверен, да, я много тоже думал на эту тему, как, что, почему, ну, прихожу к тому, что все идет, как бы, не наверх, да, как мы пытаемся, цивилизации, там, все такое говорить, идет наоборот, на дно, мы все на дне, мы сидим на дне, мы воруем друг у друга, мы убиваем друг друга, мы хотим еще больше поубивать друг друга, там, мы не считаем, ну, как бы, людей таких уже похожих на себя людьми, да, хотя, или по цвету кожи, или даже не по цвету кожи, просто название там, национальности какой-то, ну, сегодня, я, например, мне сложно украинца отличить от россиянина какого-нибудь русского, да, вот лица одинаковые, вроде бы разговор, ну, чуть-чуть акцент может быть, ну, а телевизор, ну, может быть, и не телевизор, просто мышление у народа, русского народа, который все время прозябал в рабстве, да, прозябал в крепостном праве, вот, вот это сознание, самосознание, как крепостных крестьян, у них осталось, они просто как кушечное мясо на сегодняшний день используют этих людей. Вы знаете, интересно, сегодня я слушал из Чеченской республики какие-то там вот эти распоряжения, команды, ну, информацию, да, например, говорят, РОВД Ачхоймартановского района отправило 100 человек в Украину, и вот срочно нужно набрать 100 человек в РОВД Чеченской республики для того, чтобы эта РОВД функционировала. Для этого призывают молодежь, ничего платить не надо, интересно, идешь в милицию, платить не надо, ничего, бесплатно могут принять на работу, с собой надо просто образование, свидетельство, и все, больше никакие документы даже не нужны. То есть по всей России, это не только здесь, это по всей России незаметно собирают вот эти обидолаг молодежь, платят им какие-то мизерные 30-50, по-моему, тысяч рублей. 30 сребряников им платят. Да, за то, чтобы они отдали свои жизни молодые. Именно интересно, что им действительно платят 30 тысяч, это же надо, чтобы вот так вот цифры играли, вот эти 30 сребряников, понимаете? Знаете, для того, чтобы это было, создали условия невыносимые в этих везде республиках, абсолютная безработица, люди не могут ничего заработать, люди уже готовы на то, чтобы пойти хотя бы там 33-ю. На смерть пойти. Да-да-да, просто такая ситуация сложилась, и не сегодня она сложилась, она давно такая, но сегодня вот просто ярко это выражено, ярко показывает, в какой ситуации живет эта Россия сегодня. Спасибо большое, Хусейн. Мы благодарим тебе за то, что ты есть, за то, что ты такой, за то, что ты говоришь от души, и ты так говоришь, и ты так делаешь, потому что очень много людей на этой планете, они бла-бла-блакают, особенно говорящие головы, они ничего не могут делать, они только бла-бла-блакают, и то за день. Сейчас очень важное пойдет, ближе к концу, будет очень важно. Значит, сейчас Максим Пестун из Киева, человек, который он себе расскажет, он был директором, коммерческим директором республиканского украинского телевидения, киевлянин, папа его живет в Калифорнии, выступит Максим. После Максима выступит Сергей Комков. Это профессор, который расскажет о себе, который сейчас живет в Чикаго. Сергей, слыхал меня? Да. Значит, после Максима выступит Сергей Комков. После Сергея Комкова выступит Сергей Бондаренко из Украины. Расскажет о себе. После этого выступит Александр Невский. Вообще, его фамилия правдивый. Александр, покажись, ты живой? Он все время прячется, потому что он Невский. Вот. И, значит, Александр выступит. На закуску выступит Григорий Миргородский, мой давний друг, поэтому я его держу под конец. И самый последний на закуску у нас сегодня было две женщины. Одна открыла программу, а другая закроет эту программу. Вот так вот, как в жизни происходит. Мама рожает, и мама иногда, особенно, когда война, уводит. Кстати, у нашей Алины, которая расскажет, она доктор наук, психолог, внимательно нас слушает. У нее сын тоже пошел в армию, только в американскую. Пожалуйста, вот в такой последовательности работаем. Всем добрый вечер. Включился звук, да? Да. Да. Я многих знаю, многие новые люди, я не буду долго рассказывать о себе, время ограничено. Максим тоже член клуба Transatlantic Connections, и я думаю, что мы на базе этого клуба продвинемся все-таки, чтобы у нас не были пустые разговоры, а чтобы что-то дело произошло. Пожалуйста. Я сейчас нахожусь в Киеве, до этого я был в Калифорнии, вернулся в Киев, и тема на нейтральной полосе, она, на мой взгляд, сама по себе достаточно некорректно звучит, особенно для тех людей, которые каждый день находятся под воздушными тревогами, я не могу сказать под обстрелами, но обстрелы возможны в любую минуту. И о том, что нужно ли договариваться, нужно разговаривать с теми людьми, которые с которыми можно разговаривать, с которыми есть вообще о чем разговаривать. А, к сожалению, решение вопроса зависит не от нас, а от тех людей, с которыми договариваться не о чем, потому что эти люди живут совершенно на другой планете и совершенно в другой ментальности. Я очень благодарен Хусейну, я очень внимательно слушал его, очень много мыслей схожих с моими, но, собственно говоря, я думаю, что нормальные люди по всему земному шару абсолютно одинаково мыслят на темы того, что происходит сегодня, и то, что ничего не происходит вдруг, это все было заложено в истории, в истории одной страны, одной цивилизации, если так это можно назвать. И если мы говорим о российских людях, о россиянах, о русских как таковых, действительно, это очень странное понятие, кто есть русские в историческом смысле этого слова и где они действительно живут, я бы говорил, ставил бы вопрос о советских, потому что мы воюем сегодня, наша страна, Украина, воюет с Советским Союзом, и это так не очень даже крикно сказать, что на нас напала Россия, на нас напал вот тот обломок Советского Союза. Постсомок, постсомок. Ну, скажем так, он никогда оттуда и не уходил, и Советский Союз не рождался ни в Туркменистане, ни в Грузии, ни в Армении, ни в Украине, он рождался в России. В Москве? В Петербурге, в Москве, это не важно, он рождался в той цивилизации, потому что именно в тех условиях он стал возможным, потому что эта страна или эта система, она основана на тотальной лжи и говорить о том, что сегодня кто-то из политиков врет, некорректно. Эти политики врали всегда. Для них это способ существования, врать своему народу и делать, то есть считать народ полными, ну, скажем так, они добивались того, чтобы в этой стране, скажем вообще во всем Советском Союзе оставили, остались именно те люди, которым можно врать и которые не поймут, о чем они говорят. А других они выгнали и расстреляли. извините, а дальше эмоции. И совершенно верно. И продолжают это делать сегодня. Они таким стремительным шагом возвращаются обратно в Советский Союз, КГБ и прочая история, что настолько стремительные изменения произошли, буквально 20 лет назад это вроде бы казалось уже невозможным. и я много пишу именно об истории Советского Союза, о всех ужасах, которые происходили. Он автор, он поэт, он многим чем занимается, кроме того, что он был коммерческим директором телевидения. Поэтому я прошу о себе рассказывать. Все, больше не перебиваю. И меня спрашивали, зачем вы пишете о Советском Союзе, его уже нету, вы боретесь с призраками, пишите лучше о тарифах, о газе, о сезоне отопления. Но вот оказалось, что самое страшное произошло, когда этот Совок, Советский Союз, начал вылазить из гроба, бряться остатками своего вооружения, потому что сегодня у нас есть современное американское вооружение, спасибо большое Америке, мы сейчас не будем говорить о количествах его и о необходимом количестве, но с той стороны в десятки раз больше старого ржавого оружия, но оно убивает, оно каждый день убивает наших мирных людей и наших воинов, и это лучшие люди, потому что те люди, которые добровольно пошли с оружием защищать нашу свободу, громких слов не хочется говорить, защищать наверное весь мир от того, чтобы эта зараза не распространилась дальше. В принципе, уже много раз Киевская Русь останавливала Орду именно на территории нашей страны, она не пошла в Европу, это стоило очень много жизней, и ничего не нового все повторяется опять, то есть сегодня опять Советский Союз, это Орда, неважно, то есть в принципе договариваться там не с кем, их у Орды нету цели, у Орды есть путь, и этот путь война, это способ существования этой цивилизации, если нету войны, народ начинает оптать и переворачивать свою власть, и к нему приходят такие крамольные мысли, как царь ненастоящий, мы это все видели в фильмах, их надо послать на Казань, или на Украину, как они говорят, или до этого на Чечню, на Грузию, хотя и так далее. Последняя минута, Максим, мой взгляд, я очень трудно сегодня, потому что брят с атомным оружием, это самая главная тема, что мы все стоим на краю, и то, что многие говорят, ну, не так все страшно, мы еще живем, не все так плохо, переживем, поживем, договоримся, они же поймут, у них много денег, ну, скажем так, правитель четко сказал, что они не будут применять ядерное оружие, кроме того случая, когда они поймут, что они проигрывают эту войну, а поскольку выиграть эту войну они не могут, ну, это невозможно выиграть никогда, ни одна колониальная война рано или поздно была все равно проиграна, потому что никогда нельзя, ну, никто не мог захватить надолго чужую страну, если она этого не хотела, а уже за это из Макеевелли, за последнее время, с 24 февраля, весь мир понял, что Украина никогда не допустит добровольно, чтобы ее захватили, и Украина не хотела этого и раньше, и мы воевали 300 лет, и вот этот вот миф об одном народе, это опять такой же миф, как и все остальные мифы, которые Советский Союз внушал КГБ, и отдел пропаганды нам внушал, я еще много тут записал, на этой ноте остановимся, это мы следующий понедельник, ты выставил основную мысль, я слушаю, да, по поводу той темы, которая сегодня была оглашена, можно ли договариваться, очень хорошо сказал о Голдомее, о чем мы можем договариваться с врагами, если они хотят видеть нас, нас, мертвыми, а мы хотим жить, может быть перефразировано, спасибо, мы поняли, спасибо большое, пожалуйста, спасибо большое, Максим, очень, я с тобой согласен, а кто следующий, я уже не помню, кого я называл, пожалуйста, по-моему, после Максима ты назвал Сергея, а у нас два Сергея, давай, Сергей, Сергей, пожалуйста, расскажи о себе, пожалуйста, хорошо, значит, ну, это у нас почетный самый человек, ему 82, 83 года, 84, он в Днепре, зимой купался, теперь он тут в Чикаго купается, в общем, дай Бог ему здоровья, так, значит, Сэм, ну, вот с этой минуты начинается моя пятиминутка, ну, во-первых, мне 84, даже с половиной уже, ну, не важно, значит, буду очень краток, у меня две специальности, одна научная, ну, я московский энергетический кончал, а вторая, здоровый образ жизни, как ты уже упомянул, я последние годы немножко отошел от научной такой, значит, деятельности, и вот больше занимаюсь, значит, я по поводу здорового образа жизни, ну, скажу так, что в Киеве у нас была такая ассоциация движения за здоровый образ жизни, где я был вице-президентом, мы готовили своих инструкторов, у нас были международные конференции с участием, значит, врачей из Европы и так далее, я по этому поводу написал книгу приглашения к суперздоровью на английском языке, если у кого-то есть интерес, значит, я могу переслать, это фри, бесплатно, и сейчас я заканчиваю продолжение этой книги, которая называется «Уроки здравого смысла». Вот давай как раз сейчас о здравом смысле и на нашу тему. Спасибо. Да, хорошо, да, значит, вот я хотел сказать, что здоровый образ жизни, я понимаю, как три единства. Окей, интрига, спасибо. Вы заметили, что каждое свое новое видео я прерываю в самом интересном месте. Это для того, чтобы у вас был интерес смотреть следующие части. И это значит, что выступление уважаемого Сергея Комкова-Эпштейна будет продолжено в полном объеме в четвертой части. А в пятой и шестой частях вы услышите выступление всех остальных участников. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов для того, чтобы продолжать следующее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!